В данном случае мы имеем дело с токовым базисом, с АМ-состоянием. То есть состояние, которое характеризуется определенным значением проекции орбитального момента. Квартовым числом М. За исключением этого равного нулю, все состояния, все в отличие от руляточки, являются токовыми. То есть с ними связаны ТО, О и против часовой занятий, зависит от знака М. Что мы назовем распределением отности вероятности? Ну, во-первых, в рагере спина отбросили, мы должны быть интересованы как простраственная отность вероятности. То есть если я вот эту часть обозначу ФИ НЛН от Н, то, конечно, под отностью вероятности мы будем понимать плечу до КРОМ от Н. ФИ Н, ну здесь можно написать НЛН тоже, НЛН от Н по модулю в квадрате. Плотность вероятности. Ну, в обычном атоме, поскольку волновая пункция, видите, допускает разделение как бы переменных здесь радиальной и угловая часть отделены, то тогда и плотность вероятности можно представить через произведение радиальной плотности и угловой плотности. Итак, радиальная плотность РОМ НЛ, РОМ НЛ, от Н в лобля, то, во-первых, радиальная плотность вероятности от этого зависит. Вот что мы будем подразумевать от РОМ НЛ? Ну, во-первых, я хотел обратить внимание вот на что, на то, что наша плотность вероятности намерена на единицу. То есть, если я возьму интеграл РОМ НЛН от НТР, то я получу единичку. Получу единичку. Так вот, на самом деле, радиальная плотность вероятности называет не просто квадрат модуля радиальной функции, но по умолчанию, конечно, радиальная функция необычно всегда отбирается вещественными. Это просто будет квадрат радиальной функции. Итак, в качестве радиальной плотности вероятности выбирается просто РОМ НЛ в квадрате, который зависит от модуля Р, но еще и из ДР занимается Р квадрат. То есть ДР я в цивилической системе расписываю Р квадрат, ДР Д омега. Документ Р квадрат записывает обычную радиальную плотность вероятности. То есть радиальная плотность вероятности будет тогда нормирована на единичку. Следующим образом, интеграл РОМ НЛ ДР, ДР добавляется единицу. Ну, интеграл нормирования бесконечности. Это интеграл нормировки радиальной плотности вероятности. Ну, а угловая плотность вероятности уют, там, осталось цивилической гармоникой. Поэтому, если я работаю в токовом фазисе, то РО, ну, здесь Н можно опустить, потому что угловая функция для меня зависит. Итак, я пишу РОЛМ от ТТФИ, ТТФИ добавляется плотность эдинической гармонии, РОЛМ от ТТФИ по модулю квадратного. Вот это величину называют угловой плотностью вероятности. Фактически, эта величина характеризует угловое распределение, ну, если мы говорим о электроне, у электроны есть еще заряд. Если мы домножим эту величину до заряда, мы получим просто распределение заряда. Вот, мы видим, что это плотность заряда. Поэтому часто вот здесь вот РОП прямо подразумевает заряд еще, вероятность, вероятность. И тогда мы будем говорить о плотности заряда. Ну, я напомню, что цивилическая гармоника, по-моему, свойства фазисе зависит очень просто, через ЕВСКИКИН и ЕНБИ. Вот зависимость от ФИ очень простая. Поэтому на самом деле, если я квадрат модулю возьму, то без зависимости от ФИ вообще пропадет. Поэтому на самом деле РОП и ЛЕН, вот это, что обеспечивает такую вот аксиальную симметрию, то есть независимость от ФИ, аксиальную симметрию распределения плотности и вероятности. Вот, давайте посмотрим, как выглядит эта величина, в каких-то конкретных случаях. Ну, скажем, если первый случай самый простой, L1-0-0, то есть S-состояние, S-электрод, ну, тогда гасмическая гармоника, это констатка, будет квадрат модульно, то есть в этом случае РОП и ЛЕН, это констатка, это просто. То есть в этом случае РОП и ЛЕН градуса, значит это будет квадрат, то есть в этом случае РОП и ЛЕН, Просто константы. Обычно изображают распределение, главой распределения подростковой вероятности. Следующим образом, я ввожу систему координат, текст, икз, икз. Далее, беру определенное значение, ракурс, это означает то, что я просто фиксирую радиальное распределение на каком-то значении, R, полагаем, ну скажем, там единичная константа. Тогда у меня все распределение полностью вероятности будет угловым. Ну и вот это вот распределение в случае S-электрона можно связать со сферой, вот фиксированная радиуса. Сфера, которая будет характеризовать фактически что? Незанесимость угла распределения плотности вероятности. То есть фактически у вас плотность вероятности по всем направлениям распределена одинаково, артументно. Вот обычный такой шарик, связанный как раз со распределением плотности вероятности для S-электрона. Ну и значит распределение плотности заряда для S-электрона. То есть мы имеем дело в данном случае с таким изопробным, с фактически симметричным распределением заряда. Ну если вспомним о радиальном распределении плотности вероятности, то что нужно учесть? Здесь я как бы рисую картинку для определенного фиксированного R, но если я R меняю, то как бы приближить? Ну вот этот вот шарик этой сферы, она начнет увеличиваться, уменьшаться, там, в зависимости от R тоже, в зависимости от R. Ну а в радиальном распределении плотности вероятности, там, на что нужно обратить внимание? Ну, во-первых, на факт, скажем, наличия узлок в радиальной функции. То есть понятно, что там, где узел, там у вас будет ноль в распределении плотности вероятности, соответственно. То есть, в общем случае, если Nr радиальный в радиальном число отличный от 0, ну а я думаю, что число узлок в радиальном распределении плотности вероятности, то вы получите фактический Nr в мулли, в радиальном распределении плотности вероятности. Идем дальше. L единичка. L единичка. Попробуем, что мы пока работаем в токовом базисе, то есть в Lm, рассматрив Lm состояние. Итак, дальше. L равняется единица, то есть это P-электрон. P-электрон. Еще раз повторяю, что угловое распределение плотности вероятности вот N независимо, потому что сферическая гармоника бывает, чем вы видите, она от N независимо. P-электрон определяет только радиальное распределение плотности вероятности. Итак, P-электрон. Ну, в данном случае, M у меня несколько случений побегает, поэтому мне надо рассматривать случай. Я в случае A смотрю, когда M равна нулю. Я напомню, что это не токовое состояние. Сферическая гармоника Y1,0. Это корень из 3 на 4π cos θ. В зависимости от φ вообще нет. Ну и фактически тогда у меня ρ 1,0. Вот θ. Это будет 3 на 4π cos θ. Вот как-то эту картизу, вернее эту функцию нужно как-то дорисовать. Вот я ее сразу здесь рядышком дорисую. x, y, z. То же самое, значит, я фактически либо вообще не говорю о радиальном распределении, либо фиксируем R. Фиксируем R. То есть, она же свекла. Вон уграде свекла. А зависимость от φ или нет? Это будет такая оксально-симметричное распределение. θ максимум имеет при, ну, cos в квадрате 1, при θ равном нулю и 180 градусов. Как выглядит эта функция в трехмерной графике? Ну это будет вот такого типа. Объемная, естественно, картинка. Объемная картинка. Нули будут при θ, это равен при пополам. То есть нули при θ равен нулю. Ну это время гантель. Гантелька. 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 В этой функции можно было бы везде написать плюс в вашей функции. Ну а здесь как? Ну, просто смотрим, вот видите, вот эта функция, плавая часть. Значит, верхний полумблотности положительная, конечно, отрицательная. Плюс, минус, плюс, минус. Вот эти знаки очень часто важны. Ну, во-первых, отсюда что мы видим, что эта функция нечетная? Видите? Очень важно. Хотя распределение плавности вероятности, это, конечно, черная функция. Итак, еще раз повторяю, мы имеем в виду с горделькой. Гордель. Лепестки, два лепестка. Ну, по-английски вот эти лепестки ломут. Ломут. Ну, что здесь можно сказать? То, что у вас, видите, мы имеем дело с резкой анизотропией распределения электронной плотности, причины правильного. Электронная плотность, ну, это значит, из заряда для этого, в это состояние. Максимум распределения плотности вероятности, доправленной в долю СССР. В долю СССР, то есть такое резкая анизотропия плоскости СССР как раз, то есть в этом направлении, то есть регулярная в СССР у вас плотность вероятности, то есть принимаем. Ну, урак, он будет обещать. То, что не будет ли выяснять. Чем эти картинки хороши? Сейчас немножко вперёд, сразу забегаю. Дело в том, что вот особенно их любят химики. И вообще, на самом деле, когда физики эти картинки рисуют, да, то очень часто написал так, что лет, скажем, 30 назад физики рисуют ещё и такие картинки, обычно всегда обзывали химию. Ну, вот и химию, как я приглашаю, картинки рисуют. А сейчас, как и в физике, вот и метры уже нет. И многие физики, даже, я их называю, метанисты физики. Вот физики занимаются металлами. Видимо, все физики делятся, всё наше сообщество делится на ряд каких-то корпораций, как вот так. Физики занимаются металлами. Их называют не металловеды. Металловеды – это те, которые называют металловеды. Ну, это вот, там, жёсткость, там, например, хрупкость, усталость, твёртость, пастичность. Это вот металловеды. А физики, которые занимаются исследованием, ну, обычно электронный свой металл. То есть проводимость на всех таких технических металловедов. Металлисты. А вот, ну, дальше есть полупроводники, где, как вы знаете, как говорят, один проводник до два года. Вот. Тоже видите, как они серьезно пишут. Вот. Ну, а потом есть ещё и элентрики. Вот такие. Ну, в целом, все эти вот металлисты, полупроводники, диалекты – это вообще такая, какой-то, да, эргант физики всегда считался. Почему? Потому что, ну, есть же физики, металлические, эрганты, физики вообще, да. Вот. Вот все эти вот, перечисленные, ну, и последние, они всегда смотрят до всех остальных, но еще раз не понимаете, что это ерунда. Вот. Ну, а среди тех, этих отсталых физиков, например, металлисты, там, металлисты, там, тоже были разные. Эрганты, металлисты считают всех остальных, ну, да. Вот так. Уж если вы им нарисовали такую картину, они вас вообще за людей не читают. Джори говорит, вообще химики. А физики в целом все, полупроводники, электрики, металлисты, дружных химиков за людей не читают. Я нашёл пример. Есть большая, но есть. До сих пор у меня есть жилья, когда дожили, как говоришь. Как? Что-то химик, да? Что-то слил, там, что-то нагорел, там. Реакция уже пошла. Ну, глупости, конечно. Но, вы видите, вот, темнее, эти глупости, они как-то как-то укремились. И, между прочим, глупостью этой глупости, ведь они очень часто мешают, мешают, на самом деле, разъявляют на утро. Вот. Почему? Потому что природа, она все-таки подбрасывает примеры систем, к которым простой металлический подход или простой директричество не работает. То есть есть системы, которые, с одной стороны, посмотришь, а с другой стороны, дерьми. Причёшь делать? И поэтому, за последние двадцать пять лет многие металлисты, ну, оскоробились немножко. То есть, вот, начали такие картинки рисовать. Эти картинки ближе всего к директрическому, полугодниковому потону трёх, лапшек, финансированным средствам. Так вот, сейчас многие металлисты на чего тоже стали эти картинки рисовать. Потому что, раньше, ну, как раз, например, как раз обернать, что, вроде как, причины, чё-то, я не могу, так, чуть-чуть, потому что, я не знаю, это ещё, как, в себе не химик. Итак, 2b, m является плюс-минус 1. Я сразу, о ватт нарисую состояние. Ну, впишу пункцию y1 плюс минус 1, это есть минус плюс корень из трёх на 8π, синус это, да и в степени плюс минус 5π, вот как оно выглядит. Ну и значит, ρ1, и вот здесь вот обратите внимание, у нас сейчас разница пропадёт. Итак, ρ1 плюс минус 1, от этого будет зависеть, но, смотрите, как это выглядит, 3 на 8π, синус квадратный θ. То есть, обратите внимание, состояние с разным знаком m мы связывали, ну, с разным знаком m в отличном углу, да, мы связывали с током токового состояния, мы говорили так, что m равное плюс 1 в соответствии, скажем, току полчасовой стенки, ну, то есть электрон вращается, ну, какие дорога, ну, и мы смотрим на эту плоскость вращения, говорили, полчасовой стенки, m минус 1 в полчасовой стенке, то есть эти два токового состояния. Ясно, что для этих двух токов у вас проекция момента, ну, мактивного, скажем, проверки памяти, естественно, на ось Z, на ось перпендулярной плоскости орбитрии, ну, поездовая часть. Но, когда мы говорим о плотности вероятностей, ну, электронной плотности, то в этих двух токового состояния абсолютно одинаковые, на это надо обратить внимание. Ведь плотность заряда – это статическая характеристика, а плотность тока – это динамическая характеристика. Ведь плотность тока отличается в этих двух состояниях, ну, по крайней мере, в двух разных сторон направленных, да, знаковыми будем говорить, а плотность заряда – это одинаковая. Давайте нарисуем эту картинку. То есть надо нам синус ставить, в отличие от состояния в равном углу, здесь как раз θ равняется ноль или π ноль, даст, а вот в том смысле, как раз, значит, здесь максимумная полточка, надо ждать, при θ равном микроволанке, это что точно у нас максимально антидичный. Как выглядит эта картинка? Ну, вот я, это будет некая такая баранка, дело в том, что здесь у меня фито вегает, да, в трехмерии, фито вегает, а от независимости нет, потому что я должен что-то нарисовать. Я нарисую фактически вот такую же контейнку, только повернутую в плоскость, вот сюда, в плоскость XY, но я ее должен закрутить. Ну, я, давайте, допустим, я нарисую тем самым разрезанные баранки, вот разрез баранки. Ну, а для того, чтобы как-то все-таки отличить состояние с f равным, плюс и минус 1, мы будем говорить так, что состояние с f равным, плюс и минус 1, у меня вот этот круговой топ закручен, либо по часовой, да, ну да, так, ну что, либо по часовой, либо по часовой стоянке. Еще раз повторяю, что распределение плотности заряда, электронной плотности, в этих двух состояниях, в этом смысле, есть, а одинаково, ну, перборанчик будет. Ну, опять же, мы имеем дело в советской дистропии, ну, из-за пи, только обратного толка. Здесь у меня выделенный балал пресцент, но она здесь тоже выделена, но здесь максимальное распределение электронной плотности, вдоль и синсерферии мы направлены, ну, а здесь, на другую, максимально лежат в плоскости иксерии. Ну, опять же, химик скажет, что электрон в этом состоянии, если в равном нулю, максимально будет обеспечить вступать в химическую связь, скажем так, вот, в направление синсерии. Ну, а здесь, в плоскости иксерии, в любом направлении здесь в плоскости иксерии. Идем дальше. Дель. Дель, 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 дель. Друзья, пожалуйста, здесь все равно. Так, третье. Дель равен дель, 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 дель. Ну, здесь я, вот, практически пока рассмотрел только одно состояние, неноковое состояние с равным нулю. То есть, меня будет интересовать ρ2, 0. Ну, и я начну с чего. y2, 0, я равно нулю возьмем так. Как y2, 0, дель, дель. Это корень из 5 на 4π. Мы эту функцию писали. 3,8 квадрат дета минус единица пополам. Вот, как выглядит эта функция. Вот, видите, вот эту двойку сюда не загоняют обычно, так. Почему? Потому что, вот, эта дробь, это фактически полиноблежатор F2. Полиноблежатор F2. Ну, естественно, то, что ρ2, 0, то есть электронная плотность или плотность вероятности стояния с равным нулю для этой электроны. Как будет выглядеть? Ну, давайте нарисуем. То же самое я должен, значит, учесть, только трехмерный уровень. Вот, 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 вот. Смотрим. Направление вдоль оси Z. 8 квадрат дета единичка. Направление вдоль оси Z. И вверх их нет даже. Значит, это будет 3, минус 1, 2, 1, 2. Единичка, вот, вот. Приноблежаторка почти единичка будет. А если дета равняется пи в половину плоскости из игры, значит, здесь 0, минус 1, 2. То есть единичка, минус 1, 2. Ну, в квадрате, кстати, это знак не сработает. Поэтому в квадрате этот фактор даст в этом направлении, то есть при дета равен 0 или пи, даст единичку. Ну, а в этом направлении 1, 4. Как это будет выглядеть? Итак, я вот так, например, намечу эти единичные четвертушечки, да? Где-то вот так, да? А я рисую, как это все будет выглядеть. Кстати, обратите внимание, что при осинус квадрат дета равняется 1,3. Осинус квадрат дета равняется 1,3. Числитель в ноль обратится. То есть есть направления какие-то, пункты направления, так? При которых распределение будет связано 0,3,3. Человек, например, в этом направлении вот так. То есть это такая ганделька и вот с такой барабочкой, опять же мне придется здесь нарисовать разорез. Ну, очень часто рисуют ее просто вот так вот. Вот, вот как я нарисовал. Да, но надо иметь вину, чтобы в самом-то деле вот эта вот парадочка, она вот так вот объемная и фактически здесь разорезник я поставил. Тогда и здесь нужно вот этот разорез сделать. Ну, а на самом деле, еще раз повторяю, что это надо загрузить. Ну, чему я понял? То же самое сделано, что в данном случае. Кстати, знак функции, вот на этих япесках можно нарисовать, знак функции, как он будет выглядеть. В 0,6, ну, смотрим сюда, это положить у, плюс-плюс. Ну, а вот в этом направлении знак функции отрицаем. Минус-минус, минус-минус. Причем видно, что функция четная. Функция четная. Еще раз повторяю, что это знак не распределения плотности, не электронной плотности, она всегда положительная. Ну, или 0. Знаки функции. Вот это одна из очень популярных картинок. Ну, супер популярная картинка. Вот как раз если вернуться тем самым металлистам, которые, значит, не дожидливают всех остальных нижестоящих физиков и химиков, вот, к сожалению, эту картинку они должны были за последние 20 лет. Я же изучить. С трудом, правда, это не дается. Потому что, видите, как... Ну, я буду себя считать, конечно, он вообще венцом творения, да, а просто не умеет, как считать. Вот, сегодня металлисты тоже эти картинки рисуют. Да, 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 круче, круче, круче. Ну, что делать, металлицы? Знаете, почему, кстати? Дело в том, что... Почему раньше металлисты стояли во главе вот этого... вот этого... этого большого сообщества физиков, ну, не я, не ящиков, не ящиков, не ящиков и астрофизиков, а дело в том, что проблема номер два в Академии наук раньше считалась проблемой сверхпроводимости. Проблема, посмотрите, как бы сверхпроводимости. Проблема номер один была, я не знаю, вы догадаетесь, видеть это какая-то, это проблема термоядковая, проблема номер один. Ну, это вот до всяких годов, я получала 90-х годов до УРДК, когда вообще все эти проблемы совершали, да, и проблем вообще не стало гибелью. Проблема термоядов – первое место, проблема на сверхперпроводимости – второе место в Академии. Ну, кстати, вот, если перечислять эти проблемы, вот одна из немаловажных проблем, это была проблема, скажешь, вот где-то в первой пятерке моих собраний, на Третьих, если я в порядке поставлю, ну, это вот лет 30-40 назад примерно была такая проблема, то есть у меня проблема преобразования света, то есть тоже проблема утвоения, ну, то есть проблема повышения частоты, или, наоборот, уменьшения частоты света. Это преобразователи световые. Ну, короче говоря, все эти проблемы, они с войны идут, раньше как физика, да, вот комбина с лентом, ну, кстати, и наоборот уже, кстати, может быть, даже наоборот и больше, тогда была проблема приборов ночного видения, лет 40 и 40, я думаю, когда был убит военки, там лист, а там стояли на статках, да и 55, довольно старые танки уже стояли приборы ночного видения. Ну, там, знаете, как вот, где дизайн смотрели, когда я не очень помню, что мы видим, но вот раньше там еще какие-то зеленоватые такие, знаете, как в фильмах, каких-нибудь ужасов, какие-то зеленые какие-то там, светло-зеленые, там вот темный фон, какие-то светло-зеленые, чертами были такие. Ну, в принципе, истанка, ну, эти чертами может быть, то есть попадешь куда-нибудь там. Ну, понятно, что надо вот эти приборы, заворотники, громоздки, которые на танке стояли, такие переносные, там, геновли, очки на целях. И эта проблема, она очень важна. Ну, а сверхпроводимость, ну, ясно, что сверхпроводимостью занимали всегда, кто? Менталлисты, причем, потому что сверхпроводимость – это железь всего металлических всегда. Вот, металлы, при поддержании температуры, переходили в сверхпроводящихся. И мы всегда занимались только металлистами, потому что мы были такие горды всегда. Вот. А в 86-м году, почему они, в 20-м году, в 20-м году, в 26-м году, открыли сверхпроводимость Купрада, а Купрада, это очень такие, диалетики, типичная диалетика такая. И поэтому металлистам пришлось переучиваться. С большим трудом и скрипом они стали переучиваться. Вот, кстати, видите, проблема-то стала такой сложной, на Купрады, они сели где-то посерединке между металлистами и диалетиками. Почему? Потому что для диалетиков проводимость любая, а уж не было сверхпроводимость, только и в зубниках. Диалетик – это сейчас, как и в изоляторах. Потому что те, кто занимался в изоляторах, они сверхпроводимость вообще только на 3-м курсе, чем-то, да и то-то, в коллекциях для дилетарных, где-то, в личных случаях. А металлисты, наоборот, они сверхпроводимостью занимались, но ничего не соображали в каком диалетике. А тут раз, сверхпроводили с Купрады – и не те, и не другие. Ужас! Это шума! 25 лет в рознице. Эти со стороны диалетического крака, эти со стороны диалетического крака. Когда встретимся, 30, пока 26 лет не встретились. Это знаете, как в анекдоте весны королевы Виктория и писали себе только год. Так что вот уже я хочу построить тут по главам. Можно добавить. Дело-то хорошее. Меня спрашивают, как Абли? Говорят, вот, справятся. Я, говорит, с этой стороны пойду, вот, стою. И встретимся. А если не встретитесь, то будет два. Тоже хорошо. Так вот сейчас, к сожалению, это такая, вот, идем навстречу, вроде бы, вроде бы, навстречу. Но, говорит, представьте себе, навстречу как можно идти? Вот какой из этих пути? И где встретимся? А может, не встретимся? Ну, есть надежда, что когда-нибудь еще встретимся. В 26-летнем. Во многом, как связано, вот, с этими движениями, ну, я бы сказал, с ограниченностью в газорах физиков, как диалетики, так и вентамисты. Итак, идем дальше. Теперь нетоковый базис. Нетоковый базис. Ну, вот, мы фактически, видите, акценты сделали на состояние С, равном нулю, а они уже нетоковые, так? Это нам будет немножко проще. Итак, выбираем нетоковый базис. Поехали. Ну, в случае С, состояния, проблем нет. Там, L0, L0, это уже нетоковое состояние. Вот, распределение, вот, сфера, естественно, в тех же станет. Там, что, доковый, что, нетоковый базис одинаковый. Берем PH проб. Состояние с обратным углом это уже нетоковое состояние, которое в нетоковом базисе обозначали VZ-состояние. Итак, для P равного, для N равного единички, я напомню, если я единичка, мы выбирали либо базис Y1M-состояние, либо Y1M-состояние. PX, PY, PZ-состояние. PX, Y, Z-состояние. 3. PZ-состояние, вот, вот, а то, в состоянии Z равном углу, вот, как бы, вот, PZ, но состояние PX, PY это комбинации состояния. Ну, можно было наоборот написать. PY, 1, 0, это PZ, а Y, 1, плюс, минус, 1, N- плюс, единица на корень 2, PX, плюс, минус, и PY. Вот комбинация. Причем эти три функции, PX, PY, PZ, ведут себя, как, соответственно, X, Y, Z. То есть, их угловая часть выглядит следующим образом. PX, Y, Z. Я главную часть рисую. с точностью до общего множителя, соответственно, пропорционально X, либо Y, либо Z, или N. Поэтому нарисовать картинки распределения электронной плотности здесь довольно просто. Как? А вот видите, а чем отличаются эти три состояния? Просто повороты на 90 градусов. Правильно? Ну, как X получить из Z? Ну, надо повернуть на 90 градусов, в руках C, Y, ну, и так далее. Поэтому, если я вот здесь нарисовал распределение электронной плотности и плотности и вероятности в состоянии с M равным 0, PZ состоять. Я прямо здесь напишу PZ. Распределение электронной плотности для PZ состоять. То, фактически, для PX и PY, мы будем иметь точно такие же картинки, только повернуть и, соответственно, на 90 градусах. То есть направленные не вдоль Z, а вдоль либо X, либо Y. То есть вот эти PX и PY состояния, для них эти картинки будут выглядеть так. Для PX тут те же, ту же самую эндельку нужно будет только вдоль X отправить. Это PX состояние. Ну, либо отправляем ее вдоль Y, то есть вот эту эндельку, да, которая, она объемная, то есть тут прям на эндель похоже. Немножко похоже. Вдоль Y управляет так, вдоль X. Это будет распределение подпись вероятности для PY состоять, еще для PX это для PY состоять. тоже очень важно, видите, вот эти три состояния, кстати, здесь можно знак его указать, вот еще и так же, как и здесь, в положительном направлении соответствующая оси будет плюс, в отрицательном направлении минус, ну и здесь соответственно будет плюс, минус. Вдоль Y Ясно, что ситуация похожая, конечно, в состоянии PX и B, да, в состоянии ситуацию PZ состоять, только здесь максимум распределения был в доли CZ, здесь C, в доли C, в доли CY. То есть PZ электрон вступает в химическую связь, если будем так говорить условно, наиболее эффективно в направлении CZ ну а и в соответствии в направлении CZ в силу CY. Идем сюда. А в случае D электроны, я напомню, мы поделили пять нетоковых состояний, пять нетоковых состояний, я их все перечислю. Значит, ДЭЭЖ плох. Пять нетоковых состояний. Это состояние DZ квадрат, DX квадрат, минус Y квадрат. Эти два состояния мы называли ЕЖ состояниями. ЕЖ состояния. И еще три состояния DYZ, DXZ и DXY. Вот это три состояния. Это два G состояния. Вот пять нетоковых состояний. Здесь ситуация чуть сложнее. Конечно, в любом случае B электронов. Глядя на эти картинки, можно, в принципе, даже, ну, если просто вспомнить электростатику или электростатику, да, это некое распределение заряда электронов, распределение заряда. Сразу можно сказать, какими, скажем, мультипольными моментами можно характеризовать это распределение заряда. Какими мультипольными моментами? Ясно, что, ну, если электрон имеет определенный заряд, я слышу, во всех случаях, заряд, ну, условно, то есть, ну, дипольный момент нулевого рамка или монополь, по-моему, первичный, понятно, он всегда будет здесь. Дальше дипольный момент. Я думаю, но я думаю, что все эти состояния поделенные в, они соответствуют состояниям поделенной чертности. А, значит, дипольного момента у них не может быть. Ну, я что-то вижу. Вот плюс-минус, повторяю, здесь знаки не заряда, а знаки функции. Здесь заряд. В этой части отрицательного у них по правилам аъадимии верхнюю полу-молстность половины заряда и нижнюю полу-молстность половину заряда. Вот. Ясно, что вот такого распределения заряда нет дипольного нет дипольного ника. Потому что минус здесь, минус здесь. Вот если бы был здесь плюс заряд, а здесь минус заряд, ну это будет, тогда дипольный. Нет. Дипольного момента здесь нет. А какой еще? Идем дальше. В одновременный момент вот этого распределения есть подругольный момент, то есть это распределение можно реализовать подругольным моментом. Кстати, для П-электронов других подругольных моментов более высокого ранка нет. Плюс, фактически, в П-состоянии мы можем говорить только о том заряде и подругольный момент. Всё. А вот для Т-электронов интересная ситуация. Для Т-электронов у него более сложное распределение заряда, более аризотропный такой. Здесь заряд. Квадрупольный момент может быть, но ещё и появляется повтупольный момент, то есть квадрупольный момент четвёртого раза. Поэтому распределение заряда Д-состояния, благодаря оно более багато. Это очень сложно. Ну, давайте распишем распределение для всех Д-состояния. Картинки нарисуйте. Ну, для одного из состояний картинка уже есть. Дело в том, что Д-з квадрат состояния — это просто состояние с равным нулю. Вот оно. То есть, поэтому я здесь могу смело нарисовать Д-з квадрат. Д-з квадрат. Д-з квадрат. Вот значение вот этого, вот, х квадрат минус у квадрат указывает на то, что вся эта функция пропорциональна х квадрат минус у квадрат деринтная квадрат. Подожду глава эту включать, да? Так же, как вот здесь, на самом деле, мы с вами говорили, что z квадрат, точнее надо было бы записывать так, 3z квадрат минус f квадрат, но для экономии записывают как z квадрат просто. А на самом деле, видите, 3z квадрат минус f квадрат делить d квадрат. Ну, что получим тогда? Вот и получим вот этот факт, видите, 3 кофе минус квадрат d, это минус единица. Ну а dx квадрат минус y квадрат. Итак, dx квадрат минус y квадрат. Пропорциональный x квадрат минус y квадрат делить d квадрат. Ну и можно рисовать легко. Дело в том, что dx квадрат минус y квадрат. Это что за функция такая? 제 цели первичную систему, оберите, да, значит, это мне будет давать sin квадрат d на cos 2 bit sino z квадрат d на cos 2 bit Потому что здесь будет, вот здесь от x квадрат пойдет cos квадрат фи, от y квадрат sin квадрат фи. Ну а sin квадрат это общий будет, да, и умножить на cos квадрат минус sin квадрат, cos квадрат 2 фи. То есть фактически в серийнической системе эта функция ведется так, sin квадрат тета на cos квадрат 2 фи. Вы, кстати, обратите внимание, что в токовом базисе на зависимости от фи в распределении плотности и градности не появлялось. А, сейчас появится, сейчас появится. Почему? Потому что, видите, здесь у меня в состоянии x квадрат минус sin квадрат смешаны два токовых состояния с разными. М на фокусе, а в равном 2. И вот эту вот функцию нужно теперь нарисовать. Эту функцию нужно, опять же, в первую графику мы составили. Как он будет выглядеть? Ну вот, давайте, здесь я нарисую его и сделаю. Итак, я нарисую разрез плоскостью, ну какой здесь? Обратите внимание, что претета равна ноль или пи синус, ноль обращается, да? Вот, а плоскость xy синус максимальная, единичная. Так вот, я возьму плоскость xy, разрез распределения плоскостью xy. Вернее, Леббин сделал эту плоскостью xy. Как это будет выглядеть? Ну вот, смотрим, кстати, отсюда и вот сюда, можно смотреть вот сюда. Видите? Вдоль осей xy максимум будет, максимум будет. Вдоль осей xy. То есть мы получим вот такой крест на самом деле. Вот такой крест получил. Ну давайте здесь знаки функции. Знаки функции нарисую. Но, обратите внимание, вдоль осей x и вдоль осей y знаки функции разные. Вдоль осей x положим, вдоль осей y отрезаем. Плюс, плюс, минус, минус. Ну все лепестки, все одинаковые лепестки. То есть мы очень, как вот так вот. Вот этот маленький получился. Надо его помочь, лучше бы сделать. Это распределение плотности и вероятности в состоянии переставрации квадрата. Причем, еще раз повторяю, это практически сечение плоскостью xy. На самом деле, все эти лепестки, они объемные. Вот распределение, ведь как были уже хитро выглядели. Вот, пожалуй, самая популярная картинка. Это, может быть, даже в последние годы более популярная, чем вот эта. Все. Прелегу.